Фильм, где в человека стреляют из дробовика, и его относят на несколько метров. А знаете, почему так? Потому что... Потому что так и печенье! Пацаны и пацаны, сарадные, всем доброго, привет! Мифы, в которые мы верим, седьмая часть! Рандомно, рандомно выдергиваю какие-то старые видосы, несвежие, чтобы пока ничего нового нет, на самом деле даже глобально ничего нет, не то чтобы у топа ничего нет, а вообще в целом, что-то мало чего выходит нового видосов каких-то. Поэтому окунаемся с тобой и восполняем, естественно, упущенное, пропущенное. Я вообще ничего из этого, естественно, не видел, поэтому ты всё видел, я всё понимаю, я прекрасно знаю, а мы с тобой это не видели вместе. Поэтому давай смотреть, давай наверстывать, так сказать, упущенное. Мифы, в которые мы верим, вот, упишу. Ссылочка на оригинал, если она, опять же, нужна, естественно, внизу. С тебя, Пальчиковансиком, огромное спасибо, комментарии пиши. Чем больше, тем лучше, и подписулечки, организуй. С бубенцами, чтобы всё это звенело. Ссылочка также на телеграм внизу. В телеграме вся информация об эфирах. Вот, вчера ужастик, кстати говоря, смотрели. Ага, ага, кошмарище. Правда, сначала собирались чебурашку посмотреть, но чё-то как-то мы оказались в итоге на ужастике. Вместе смотрели прямо в прямом эфире. Ссылочка была в телеграме, вся информация, как всегда, была в телеграме. Ну, подобные штуки всегда в телеграме. Плюс ссылочка внизу оставлю на игрушечный каналчик, где происходит вот это вот великолепие. Ха-ха-ха, Бабсин, чё за Вьетнам начался? Хорошо летим. А я тебе вообще нужен, нет? Фу, как это шикарно выглядит, слушай. Красиво помер, ничего не скажешь. Здрасте, я с миром пришёл. Я пришёл с миром. Это великолепие. Это Атомик Харт, это Форест, это все Хогвартсы, все игрушечки, короче, которые новые выходят, в том числе. Я там вместе с тобой смотрю, прохожу, отлично время провожу. Поэтому, если тебе такое интересно, ссылочку внизу оставляю. Заходи и там подключайся, и там больше времени вместе будем проводить. Огромное спасибо. Всё, поехали. Так, после прошлого выпуска хочется чего-то весёлого, да? Ну, да, с прошлого это вообще было что-то про, по-моему, если не ошибаюсь. Да-да-да, оно самое было про этих самых, господи, 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 как это самое, про дроидов, андроидов. Всем привет. Про зловещую долину. Мифы, в которые мы верим. Первый выпуск этого формата был посвящён мифам, в которые мы верим, из-за фильмов. И настало время вернуться к этой теме, потому что их там, блин, не счесть. И на неё в стиле, это же просто фильмы, не нужно воспринимать их всерьёз. Не принимаются, потому что именно из-за фильмов у людей появилось... Лучший тип комментаторов, да? Фейковая память, и они думают, что знают, как работает та или иная штука. Не верите? Ничего мы не знаем, ничего. Ну давайте посмотрим. Стандартная сцена в фильмах. Поехали. Джонни, живи, Джонни! Пульса нет, мы его теряем. Не в мою смену. Дефибрилляция. Ой, а это сен. Разряд. Ты будешь жить, я сказал. Максимально... Чёрт побери, во что бы то ни стало. Максимум драматизма должно быть в сцене. Мощность. Как они любят. С***ен, сын, возвращайся, облёдок. Тебе туда рано. Вернулся. Супер. Спасибо. Не за что. Обращайся. Знакома? Я пытался повторить все клише из этих сцен. Так, Доктор Стрэндж, сверхъестественная клиника. Едем дальше. Это игра «Угадай фильм или сериал». Ну, если задуматься, а что я сейчас сделал не так? Ну, например, всё. Сено убил. Да так, в целом, ничего. Сено убил. Если у вас когда-нибудь в поле случится экстренная ситуация, и с вами рядом окажется умирающий человек, а с вертолёта вам скинут... Скинут дефибриллятор. Основанно на реальных событиях. И вы, насмотревшись фильмов и сериалов, как настоящий знаток, просто убьёте человека. Я напоминаю, что убивать людей – это плохо. Это не надо. Это не надо. Подробнее. Потирание этих штук друг об друга в драматичный момент – самое бесполезное, что вы можете сделать. А зачем они это делают в фильмах тогда? Просто, типа, чтобы это выглядело круто? Возможно, вариант, когда это вообще может потребоваться, растереть специальный гель друг об друга. Разумеется, одежды быть не должны... Ля какой довольный. Слишком довольный для мёртвых. Ну, а расположение... По-моему, с ним всё нормально, походу, сработало. Электродов не такое, как нам показывают в фильмах, а примерно такое. Да и пациента к жизни этот разряд не вернёт. В смысле? Непон. Терепим. А, это мистер Бин. Ровная линия на мониторе – это очень драматичный момент в фильмах. Все хватаются за дефибриллятор и ба-бах! Пациент спасён. Всем спасибо, все герои. Все свободны. А на деле это ровная линия на мониторе означает ассист... Пациент, вас тоже касается, вы свободны, всё, койку не занимаете, место занято. Лифт, остановку сердца. И дефибриллятор тут не нужен. Если вы не врач, то вы удивлены. Но ответ был так близок. В самом названии. Дефибриллятор. Я ещё ничего не рассказал. Ну, как бы... А-а-а... А что это значит? Фибрилляция желудочков – это нарушение ритма сердца. Оно бьётся часто и беспорядочно. Это обычно приводит к остановке сердца очень скоро. Поэтому доставайте дефибриллятор. Он бахнет кратковременным электрическим импульсом и восстановит ритм сердца. То есть, вопреки тому, что нам показывают... То есть, это не то, чтобы, знаешь, остановившееся какой-нибудь там, типа, возродить, чтобы оно снова... Работать, тварь, работай! И тут в электричный франкенштейн, мразь, вставай! Нет, это просто, по сути, синхронизирует, ну, как бы, скажем так, твое сердечко. Ну, можно так сказать. Ну, короче, не остановившееся, как бы, восстанавливает, а просто действующее, активное. В телеку он не запускает сердце, возвращает пациента в мир живых, а просто не дает ему умереть. Смешно, когда в игре Battlefield собраны вообще все мифы насчет дефибриллятора. Бегаешь такой, потираешь его, ожидаешь всех через броню. Один реализм, говорили они. О, это старая часть. Это старая часть, которая еще была неплохой. Хотя я прекрасно понимаю, что если бы на утюжках был гель, который надо размазать, потом подойти к человеку, раздеть его, приложить и херакнуть, люди бы жаловались, что это скучно и долго. Это был бы уже, просто, как бы, симулятор. Не совсем тот жанр. Человеки. Ну что ж, по вашему незнанию, у вас не получилось спасти человека с помощью дефибриллятора. Едем дальше. Какие варианты? Ну, вариантов уже особо нет, если честно. То есть все, ты уже справился, блять, молодец. Все уже, все. Других вариантов нет. Только один способ, о котором нам тоже рассказали в фильмах. Так. Укол адреналина. Все. А, бум. Надеюсь, это все основано на фильме с Джейсоном Стэдхэмом. Ух ты. Как четко... Ну, слушай, нет, куча фильмов, да. Попал прямо в сердце. Вроде. Мы снимали эту сцену задом наперед, иначе я бы никогда ровно не попал, не говоря уже о реальной жизни в экстренной ситуации. Ну да, да. И спасибо ему, кстати, за популяризацию этого мифа. Не попасть в сердце, это еще полбеды, но объясните мне, зачем вообще бить кого-то шприцом? Еще один драматический прием, ведь реальность будет достаточно скучно выглядеть. Для того, чтобы завести сердце, нужно сделать... Может быть, конкретно в том фильме у Тарантина он так сделал, просто потому, что нервничал? Не потому, что так надо именно бить, типа... Нет, а просто потому, что он нервничал. Мой массаж или внутривенно ввести адреналин? Ни в коем случае... И при этом он не врач, он как бы не разбирается. Знаешь, типа, может быть, в рамках фильма Тарантина это было продумано, что как будто бы это случайность, он просто так это делает, а все остальные подхватили, и все. Но, возможно, это вообще началось не с него, если честно, без понятия. Ударом в грудь вы проделаете дырку, внутри, возможно, будет идти кровь, а может вообще попадете в легкое, если совсем косой дебил и пробьете его. Как по мне, одни минусы. Опасненько. В бардатые годы этот прием, кстати, использовался, но не был более эффективным и был связан с рисками, так что разоблачено. Пошел науш, прицел. Что-то мне подсказывает, что вы немного доудивлены. Знали бы вы, как я удивленно сижу, когда вижу фильм, где в человека стреляют из дробовика, и его относят на несколько метров. А знаете, почему так? Потому что... Когда в человека очень сильно бьют ногой в грудь, то это его дестабилизирует, и он падает. А когда его сбивает машина на скорости, он может хоть вверх взлететь. Это мощное давление. Но ведь дробовик кажется нам мощнее этого. Это же огнестрельное оружие. Жесть вообще. Отнесет и пердет, не успеешь. Особенно у Тарантино они отлетают только так. Джанго, я помню, сцены еще такая есть. С ружьем. Блин, ну ты эпичный, потому что ты эпичный. Выглядит именно так. На самом деле, разрушитель мифов проводили эксперименты подобные. И вот чудо! Человека не относят назад даже выстрел из крупнокалиберной винтовки. А они как бы в настоящих человека стреляли, если что. Это серьезно, ребята, они не шутят. Просто упал. Ну немножко там. Колыхнулся что-то назад. Закон сохранения импульса. Если бильярдный шарик сталкивается с другим, теперь уже двигается другой шар. Так же и пуля. Если попадает во что-то небольшое, то может это подвинуть. Только проблема в том, что мы слишком огромные. Пуля и дробинка... Это ни на что не намек, кроме того, что абонемент на зал. Абонемент на зал не просто так лежит. Так, подожди, я свет хочу включить. Это, конечно, все да. Это, конечно, да. Но мне свет отключится. Так вроде получше. А может быть и нет. Но я немножко подрубил, чтобы просто повыебнуться своим светом. Слишком легкие, обтекаемые и быстрые. Тем более не отскакивают от вас, а легко могут пробить. Чтобы оппонент отлетел назад, дробовик должен выстрелить пушечным ядром. На каждое действие есть... Я таких дробовиков не помню. Всего действия, не так ли? Чтобы человек улетел от выстрела, нужно, чтобы и стрелок улетел тоже. А это было бы очень глупо. Совсем другое дело, когда ты стреляешь во что-то твердое. Например, в замок. Чтобы дверь... Ох, сколько же фильмов и компьютерных игр говорили нам о том, что если у тебя есть пистолет, навесной или дверной замок тебе вообще нипочем. Иногда да, иногда вообще нет. Иногда хоть убейся, ничего там с этим замком не случится. Иди, сука, ищи ебаный ключ. Есть небольшая проблемка, знаете ли. У тебя ничего не выйдет. Что маленький замочек, что маленькую цепь ты, скорее всего, не сломаешь выстрелом. Куча экспериментов в интернете, где показывают, что, например, вот такую сенькую цепь может только винтовка разнести. А вот такую огромную цепь возьмет только разве что 50-й калибр. Разумеется, они смогут и замок открыть. Только в фильмах и играх это делают стандартным пистолетом. А в реальности пуля просто срикошетит и попадет в вашу тупую голову. Так что не повторять. Или в колено. Короче, ничего у них не получится. И придется выполнить еще один квест. Найти ключ или этот. Болторез. Наконец-то. Спокойно, я делал это тысячу раз. Все, братан, у тебя примерно 5 дырок в животе. Странно. Раньше получалось. Может, у кого-то ключ есть? Пацаны? Четко. Но от громких выстрелов перейдем к стелс-части. Поехали. Немножко включим. Ну-ка, что-что-что? Шумный убийца вышел на тропу войны. Как это странно смотрится. Ладно. Ну и взял хлороформ и готов всех усыплять. Эй, Канцелло, эта тряпка не пахнет хлороформом? Нет. И нет. Так, а он не сразу срабатывает? Подожди. Подожди, он не сразу срабатывает, что ли? На вранье больше похоже. Хлороформ – это анестезирующее средство, про которое режиссеры боевиков не знают вообще ничего. А кто знает? Знаете, единственный вариант, когда эта ситуация была бы правдивой. Я никогда этот капюшон не надевал, слушай. Прикол, да? Я никогда его не надевал на голову, этот капюшон. Забавно. Странный он немного какой-то. Ну ладно. Когда преступник бы сзади еще и ножиком жертву ковырял, потому что хлороформ работает не так. Это летучая жидкость и теряет эффективность, когда контактирует с воздухом. Так что тот недалекий преступник, который стоит с этой тряпкой и ждет жертву – полное ничтожество. Ведь он, считай, держит просто тряпку, причем не первой свежести. Хлороформ достаточно опасен. Просто такой... А что конкретно вы хотели сделать? Я вот не понял, что это. И он такой, так, извините, это ошибка, не понятие. В ситуации вышло какое-то непонимание. Преступники точно должны знать, что делают. Они обязаны рассчитать дозу, чтобы человек выключился и при этом не сдох. А еще у людей часто происходит аллергическая реакция, о которой преступники даже не догадываются наверняка. Этот миф распространяется с тех пор, как хлороформ вообще начали использовать. Вот только посмотрите. 1894 год. В газете пишут, что вор вырубал хлороформу. Убийца Холмс использовал хлороформу. А этот вообще, это вообще, это Холмс, не Холмс, это вообще дурачок какой-то суперместный. Это вообще с ним связаны вот эти вот легенды с отелем, если что, это тот, про которого там куча легенд про отели, про какие-то огромные замки, где он там ловил, выпускал туда-сюда. На самом деле, ни хера, спойлеры, ни хера подобного не было. Да, он был ебутым, да, он был мутурком, но по сути все это больше сказки и журналистские всякие выдумки истории. ...и так далее. Но фишка-то в том, что часто это было просто преувеличение, спекуляция и... А еще у нас есть игрушечка, которая основана на истории Холмса, как раз на игрушечном канальчике. А вот так, все, правда, так и есть, все основано на реальных событиях. ...вместе с хлороформой использовали и другие средства. Киношные. А еще в 1865 году научный журнал Lancet опубликовал заявление, что влияние холороформы на человека хорошо изучено, что требуется не менее пяти минут вдыхания определенной дозировки, чтобы вырубить человека. Но при этом сказали, что очень бы хотели посмотреть на доказательства того, что можно вырубить человека мгновенно. Спойлер. Они не дождались. Пять минут спустя. Я говорю, Лидзи, зачем ты ушла на критых ладокровный убийца? Ты выходишь... Такой, ну так, тряпочку можете убрать. Сначала же убивать людей, я не могу жить с таким человеком. И что мне делать? Может быть, я пойду? Да иди ты, господи, слезы давай, протри уже. Баааа. К черту, вот это в лед. Холороформ, есть кое-что поэффективнее. Ну-ка. Сколько же мы видели фильмов, где в человека стреляют дротиком с транквилизатором... И он сразу вырубается, да, 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 это да, это не файл, это так происходит, да, да, это так не происходит. Наверное, вы начинаете догадываться, что это немного не так работает. Не моментально. Максимальная дальность даже самых крутых ружей с дротиками не больше ста метров. А у пистолетов намного меньше. И то это нужно очень сильно постараться, чтобы попасть. Ведь рекомендуемая дальность от 20 до 60 метров. В реальной жизни дротики будут летать везде. А идиот, которого нужно усыпить, не будет этого замечать. Неплохая, кстати, комедия получится. Особенно будет смешно, если они будут стрелять вот такими вот... Вот такими шприцами. Нормально. Дротик. Такой дротик, блядь. Для иммобилизации животных. Транквилизатор. Я много знаю названия. Бедные медведи. О какой скрытой стрельбе вообще может идти речь на таких расстояниях? Если учесть, что они всегда в шею или в *** попадают. Скорее всего. Так, ну это, по-моему, все комедии сейчас были. Просто в упор всегда стреляют. Но даже на небольших расстояниях возможно так попасть. Мы достали вот такие вот дротики для иммобилизации животных. Они компактные, как в фильмах, и подходят для стандартной пневматической винтовки. Хочу проверить, насколько они хорошо летят. Нам поберем, значит, одного медведя, одного оленя и лося. Поможет наш хулиган. Хочу ему. Это хулиган. В шею попасть. Прям такой с кулаком стоит настоящий. Настоящий хулиган. Ветер есть. Ага. Поехали. Уничтожение хулигана. Без смс и регистрации. И... Ну платно. Платно. Платный проход видит в его пальчике комментарии. Не долетел. Такой звук странный был. Это что было? Они вообще не долетают. Опа. Первый раз попал. Я видел, как она очень криво шла. В общем-то, стрелял я в голову. Из 50 метров дротик попал в руку. Хулиган такой, это что? Что? Кого? Куда ты попала? Но совсем не туда, куда я целился. В руку? В плечо? В общем-то, мы решили перебраться чуть-чуть поближе к мишени. И с 20 метров попробовать посмотреть эффективность этих дротиков. Этот звук, конечно. Просто рандомный. Такой неприятный. В разные стороны. Максимально неприятный. Ясно. Опять мимо цели. Вы должны понимать, что профессионалы используют совсем другое оборудование и стреляют шприцами из специальных... Вот это носороговик! Вот это, вот это работа, да, у чувака? Вот это работа у мужика. Просто на вертолете гоняться за ебанными носорогами. Он прям в резюме. Строчка. Гонялся на вертолете за носорогами. Срежи с регулируемой мощностью. Но даже они... Носороги такие. Да какого, блядь? Хуя! И используются на достаточно близком расстоянии. Обычно не больше 60 метров. Отрицающе. Мы подошли практически в упор и все-таки в него попали. Что произойдет? В фильмах очень часто говорят клишированную фразу. Что именно? Это Иван. Я вырубил его лошадиные дозы траквилизатора. Да, да, лошадиная... Лошадиная доза, да. Это в этом, в знакомстве... В знакомстве с родителями, по-моему, такая фраза еще есть. Будет спать несколько дней. Поздравляю. Вероятнее всего, он никогда не проснет. Поздравляю, ты его убил. Ты его убил, блядь. Ты че с... Для того, чтобы сыпить кого-то, нужно правильно рассчитать дозировку конкретно для этого тела. Маленькая доза приведет только к частичным эффектам. Это была лошадиная доза. А высокая может даже убить. И это если не брать в расчет возможную аллергическую реакцию, толщину одежды и так далее. Если перестраховаться и не гасить сразу сильной дозой, то, например, животному может потребоваться, может, даже полчаса перед тем, как он уснет. А если бахнуть очень сильной дозой, то до пяти минут приходится ждать. О секундах и речи не идет, ибо препарату нужно время на распространение. Побежал, побежал, смотри, побежал, побежал. Сейчас вырубится, смотри. Все упадет. А, поплыл, поплыл. Ну че, ну нормально, на субботу же. Кино. Это вообще большое заблуждение, что одна доза чего-то может сработать одинаково на разных людях. Снотворное, яд и все в таком духе. Вес тела людей разный, все разное. Поэтому эффект будет разным. Подход должен быть индивидуальный. Ну как вам? Многое узнали? В общем-то, это далеко не все мифы, о которых я хотел вам рассказать. Но надеюсь, вам понравилось. Ждите совсем... Потому что если нет, то вот это гранатом... Скоро новую порцию. Топа, знаешь, такой топа из прошлого мотивировал угрозами. Спасибо за просмотр... Добрый день. Проект завершен. Я ввел ему носорожью досу. Хе-хе-хе-хе-хе. Как-то... А потому что ты... Это, подожди, это переход... Это переход к... Интеграции? Я взломаю этот компьютер. Лошадиная доза транквилизатора. Что ты хочешь сказать напоследок? Остановку сердца. Возможно. До взрыва осталось 10 секунд. Убийцей оказался полицейский. Стоп! Что здесь происходит? А ты еще не понял? Ты попал в самое клишированное место в мире. И чтобы отсюда выбраться, тебе нужно сделать одну из самых банальных и заезженных вещей из нашего списка. Берите по ссылке в описании. Ага. Обезвредить бомбу в последний момент. Выпасть из окна и не пострадать. Стать тем самым неудачником, который в конце всех спасет. А кажется, нашел. Разыграть айфоны на своем канале. Серьезно? Что может быть банальнее? Вы уже знакомы с ней. Это бесплатная дебетовая карта. Китбанга. Кстати, он уже, по-моему, не существует. Действительно не существует. Я даже вроде погуглил. Закрылся. Два года назад. Неактуальная интеграция. Но тем не менее. Тем не менее. Так, подожди. Давай до конца досмотрим. Плохой Шон приснился. Плохой Шон. Да. Такой нет, блядь. Хороший. Что-то просто обычно хорошие. Плохие сняли, а сейчас что-то хорошее. Это не к добру. Не к добру. Что я блогер. О боже. Только не это. Настоящая дичь. Все. Все, это конец. Все. Вот такие вот мифы, в которые мы верим. Выпуск номер 7. Спасибо, что составил компанию. Ссылочка, естественно, на оригинал внизу. Ну, если тебе она нужна, опять же, это все наверняка все уже видели, кроме меня, в этой жизни. Теперь уже и мы с тобой видели. Пальчики не забудь проставить. Огромное спасибо. Огромное поддержку. Очень помогать этому каналу. Куда-то идти. Просто идти куда-то. Куда-то, куда-то что-то, чтобы происходило с этим каналом. Огромное спасибо. Пальчики важны. Вот. И комментарии пиши, чем больше, чем лучше. Подписулечки, естественно, организуй. Подписывайся с бубенцами, чтобы ничего не пропускать. Ссылочка на телеграм внизу. Если тебе интересно находиться на этом канале, вместе время проводить, то я тебя прям максимально, на самом деле, приглашаю в телеграм. Потому что, ну, там все, что связано с этим каналом. То, что связано и не только с этим каналом. Эфиры, информация и т.д. и т.п. Ну, короче, круг, круг чисто, знаешь, своих людей. Вот так я бы это назвал. И второе, это ссылочка на игручный каналчик, где мы, естественно, проводим время. И происходит чудо, волшебное, игрушечное. Сейчас там Форест, сейчас там Атовик Харт, прекрасный, от которого я кайфую. Каждый день ролики выходят. Там и Хогвартс, от которого я не менее, там вообще, короче, кайф на кайфе, кайфурики. Максимальный. Так что, если нравится игрушка, если все это интересно, ну, или просто хочется время побольше вместе где-то проводить, то знаешь, где ссылочку оставляю внизу. Заходи, смотри, кайфуй, подписывайся. Все, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь. Муа! Па!